Слава Богу, дорогие! Дорогие родители, сегодня воскресная школа будет проходить только для детей до 6 лет. Поэтому, пожалуйста, если вашим детям до 6, отправьте их на воскресную школу. А дети с 7 до 12, оставайтесь в зале с родителями и назидайте Словом Божьим. Всех вас приветствую! Еще кого-то благослови, просто скажи что-то доброе, скажи, рад тебя видеть в Доме Божьем. Очень здорово, что ты сегодня здесь. Аллилуйя! Вы знаете, в Доме Божьем всегда хорошо. Аминь! Слава Богу! Слава Богу за каждого, что вы приходите в собрание. Также благословляю всех тех, кто с нами онлайн. И даже независимо от расстояния, вы можете также сегодня быть в присутствии Духа Святого и наполняться Словом Божьим. Аллилуйя! Вы знаете, хотел бы сегодня поделиться Словом Божьим, поделиться тем откровением, которые получил. Совсем фактически недавно, на прошлой неделе, мы посещали одну церковь, Голос Истины. Это Югорск, Ханты-Мансийский автономный округ. Участвовали в праздновании 26-летия. Вы знаете, интересно так всегда быть в разных местах, наблюдать, участвовать в служении. Потому что замечаю одно, что когда народ Божий собирается вместе, его присутствие, оно всегда приходит. Аминь! Вы знаете, даже поделюсь таким секретом, потому что многие думают, что, наверное, пасторам проповеди приносят ангелы, или, может быть, какое-то сверхъестественное вмешательство происходит, чтобы они получили откровение. Но, знаете, вот поделюсь своим секретом, что вот эту проповедь, которую с вами буду делиться, получил, сидя на служении. Слушая проповедника, слушая внимательно, получил откровение, и сегодня буду делиться им с вами. Уже делился в Закамске на этой неделе, и сегодня я хочу поделиться с вами. Знаете, почему я так говорю? Потому что иногда слышу такие мнения, некоторые люди говорят, вот уже я ничего не получаю в церкви, я не получаю никаких откровений, что-то какая-то сухость, какая-то вот не хватает свежей пищи. Но, знаете, я заметил одно, когда ты внимательно сидишь в Доме Божьем, когда ты внимательно слушаешь того, кто проповедует, ты никогда не останешься без откровения. Вы можете сказать на это аминь? Вы знаете, очень часто, читая Библию, я получаю откровения. Очень часто я оттуда получаю эти направления в том, о чем проповедовать. Когда внимательно читаешь Библию, ты тоже не останешься без откровения. Аминь? Уже, уж поверьте мне, знаете, мы как пастора, мы столько слушаем, мы столько видим, и, наверное, кто как не мы, наверное, можем сказать, ой, уже я вот не получаю откровения вот от этого служителя, от этого, вот мне нужен больший уровень. Знаете, наверное, мы, наверное, точно искушены уже в этом. Но, вы знаете, я понимаю, что на самом деле это такой большой-большой самообман. Ты будешь получать откровения даже от того, от кого не ожидаешь, если ты будешь внимательно слушать, если ты будешь настроен на волну Святого Духа. Аминь? И даже если, знаешь, ты уже не сможешь от людей, Бог способен тебе даже через ослика проговорить, через осла, как одному из пророков. Вы помните, он проговорил через осла, потому что он уже не хотел слышать по-другому. Поэтому, друзья мои, хочу вам сказать, наблюдайте за собой. Будьте готовы к слышанию больше, нежели к жертвоприношению. Потому что иногда замечаю, что мы приходим в церковь посидеть где-то, пообщаться. Знаете, иногда так бывает немножко, знаете, как бы печально за тех людей, когда ты смотришь в зал, а они не в зале, они в фойе сидят, они у них какие-то свои разговоры. Это, знаете, говорит о том, что они уже отделились от веры, они уже потеряли вот этот источник живой воды. И, может быть, ты, даже находясь в зале, ты можешь сидеть в своем смартфоне, перелистывать свои странички в социальных сетях. Я хочу сказать тебе, берегись этого. Это очень большое обольщение, которое может лишить тебя вот этой благодати, наполняться от источника Духа Святого. Будь предельно внимателен в Доме Божьем. Вы знаешь, вообще научись отключать свой телефон. Вот знаете, я хочу сказать вам, даже если вы вообще не умеете пользоваться своим телефоном очень так активно, научитесь одной очень важной функции. Вот научитесь переводить свой телефон в режим, знаете, недосягаемости. Когда вы в церкви, отключайте его. Переводите его в авиарежим, включайте вибросигнал. Ну, знаете, научитесь отключаться. Потому что, если вы будете чувствительны к вашему телефону, вы не будете чувствительны к Духу Святому. Аминь? Знаете, это очень важно, это очень ценно. Особенно, знаете, иногда так бывает, проповедуешь, у кого-то телефон зазвонил. Ну ладно, он вовремя выключил. А бывают некоторые, которые начинают разговаривать и объяснять, где они находятся, то это вообще, знаете, на самом деле, научитесь обязательно отключать свой телефон, переводить его в авиарежим, переводить его в беззвучный режим, чтобы он вас не отвлекал от нежного голоса Духа Святого. Аминь? Потому что Дух Святой, Он говорит очень нежно. Чтобы Его услышать, надо приложить усилия. Надо дисциплинировать себя, надо напрягаться. Вы знаете, услышать голос мира, услышать голос сатаны очень легко, он использует разные методы, разные способы, чтобы в твою жизнь проговаривать. Но только Дух Святой может тебя направить действительно той правильной дорогой, которая доведет тебя до Царства Божьего. Аминь? Итак, давайте мы откроем первое послание Коринфянам, третью главу. Я прочитаю с первого по третий стих. «И я не мог говорить с вами, братья, как с духовными, но как с плотскими, как с младенцами во Христе. Я питал вас молоком, а не твердой пищей, ибо вы были еще не в силах, да и теперь не в силах, потому что вы еще плотские, ибо если между вами зависть, споры и разногласия, то не плотские ли вы, и не по человеческому ли обычаю поступаете?» Итак, друзья мои, апостол Павел обращается к Коринфской церкви. К Коринфской церкви, которая на самом деле в тот период, когда он к ней обращался, она была достаточно уже устоявшейся церковью, достаточно такой, знаете, зрелой церковью. Она была самодостаточной церковью. Но вы знаете, апостол Павел приходит и обнаруживает некую проблему. Он видит, что время младенчества прошло, должно настать время зрелости, а братья и сестры в церкви, они остаются младенцами, они хотят духовного молочка. А апостол Павел говорит, уже время настало твердую пищу кушать, а вы все еще ведете себя как младенцы. И вы знаете, вот эта ситуация, когда мы, друзья мои, не хотим становиться зрелыми в христианстве, когда мы не хотим заниматься своим духовным ростом, когда нам здорово оставаться в состоянии младенчества, апостол Павел говорит и дает очень четкое определение, это говорит о том, что вы плотские. Вы знаете, читая это местописание, я задался вопросом для себя. Он звучит именно в третьем стихе этой третьей главы, он говорит, не плотские ли вы? И вы знаете, вот тема сегодняшней моей проповеди звучит так, не плотской ли я? Вы знаете, когда я читал это местописание, я задал себе этот вопрос, а не плотской ли я? А не остаюсь ли я плотским, когда я должен быть уже давно духовным? Когда я уже давно должен умышлять дела плоти Духом Божьим? Может быть, и у меня что-то есть. Знаете, я начал себя исследовать, я начал размышлять, я начал обращаться к тому, на что обращает внимание апостол Павел. Вы знаете, он дает определение плотского состояния Коринфской церкви. Обратите внимание, на что он указывает. «Ибо если между вами зависть, споры и разногласия, то не плотские ли вы?» «Зависть, споры и разногласия, то не плотские ли вы?» Так вот, друзья мои, давайте мы сегодня поисследуем, давайте мы сегодня поразмышляем. Оказывается, быть плотским это не значит, знаете, не знать Бога, быть грешником таким, ярым каким-то, да? Может быть, борцом против Бога. Оказывается, апостол Павел говорит, что даже верующие люди, они могут оставаться плотскими. Как бы создавая такой духовный образ, духовный вид, можно оставаться плотским. По какой причине? Первое, если есть зависть. Друзья, мы зададим каждый сам себе вопрос. Я не буду спрашивать сегодня, у кого есть зависть. Я знаю, что у большинства в этом зале вообще зависти нет. Вообще, это такое далекое-далекое чувство, которое мы давно оставили в прошлом. Это чувство зависти. Но знаете, исследуя свое сердце, я понимаю, что, несмотря на свой духовный возраст, достаточно немаленький, я понимаю, что где-то эта зависть, она время от времени проскакивает. Где-то время от времени она напоминает о себе. Глядя на кого-то, кто преуспевает, может быть, глядя на кого-то, кто, может быть, делает что-то лучше, чем я, вдруг просыпается какое-то это непонятное, вложищее внутреннее чувство. Зависть. Вы знаете, на волне зависти мы начинаем такие глупые вещи иногда делать. Какую-то ревность включаем, какие-то, знаете, может быть, чувства неправильные начинаем включать. Начинаем нос свой повыше поднимать, чтобы как-то стать на ступеньку выше. Начинаем соревноваться, начинаем пытаться, знаете, видя, как человек в чем-то, может быть, какой-то уровень достигает, мы пытаемся его обогнать, пытаемся ему доказать, что мы тоже не хуже. А может быть, что-то начинаем внутри себя думать за этого человека, придумывать, выдумывать очень часто. Так вот, друзья мои, я не хочу сегодня вникать вот в это чувство зависти. Каждый из нас мы с вами знаем, каким образом она проявляется внутри. Каждый из нас мы с вами знаем, что внутри нас происходит, когда это чувство начинает стучаться в наше сердце, пытается завладеть нами. И вы знаете, первый мотив, по которому нам нужно избавиться от чувства зависти, это, конечно же, чтобы нам не давать место плоти, чтобы нам все-таки быть людьми духовными. Но второе очень важное, очень, на самом деле, существенно значимое для нас, людей, записано в книге притчей, 14 глава, 30 стих. Написано, «Кроткое сердце — жизнь для тела, а зависть — гниль для костей». Друзья мои, здесь Библия, Слово Божие, говорит нам о конкретном физическом проявлении. Если сама зависть, ее не видно внешне, в принципе, не так легко ее определить, как она там у человека проявляется, то вы знаете, друзья мои, я хочу сказать вам, мы с вами, если мы будем допускать зависть, если мы будем с вами позволять ей жить внутри нас, вы знаете, она очень быстро проявится в нашей жизни. Библия говорит, в физическом состоянии, в нашем здоровье, Библия говорит, зависть — это гниль для костей. Зависть — это гниль для костей. Что такое наши кости? Друзья мои, это то, на чем держится наше тело. Если бы не было костей, мы бы с вами были бесформенные, как холодец. Я не знаю, как бы, может быть, передвигались бы, но кости, они очень важны. И когда между костями все четко, мы знаем с вами, что мы двигаемся, но когда есть проблема между костями, у нас боли, у нас сложности, нам не так просто, может быть, что-то передвигаться где-то, да? Мы знаем, что это на самом деле очень плохо. Так вот, Библия говорит, что когда зависть в нашем сердце живет, она приносит дисбаланс. Она приносит дисбаланс в наше основание. Она приносит дисбаланс в наше духовное состояние. Она, знаете, друзья мои, шатает или потрясает наше основание, наш стержень. Она подтачивает корни, которые мы должны углубляться к потокам воды живой. То есть фактически она лишает нас нормальной, полноценной, духовной жизни и физической жизни. Она также может отображаться и на нашем здоровье. Мы знаем с вами, друзья мои, что зависть — это яд, который мы очень часто пьем, выпиваем сами, отправляем сами себя. Поэтому храни нас, Господь, от этого состояния, от этого чувства зависти. Вы знаете, особенно, когда мы начинаем завидовать тем, кто рядом с нами, тем, кто близко к нам. Я не знаю, это может происходить в разных моментах. На уровне взаимоотношений в церкви, на уровне взаимоотношений на работе. Может быть, ты видишь своего преуспевающего начальника, ты ему завидуешь. Может быть, ты видишь своего друга, с которым вы все вместе делали, но он почему-то стал отрываться вперед, и ты начинаешь завидовать. Что-то, может быть, в твоем сердце происходит. Может быть, ты видишь какую-то, как тебе кажется, несправедливость. Знаете, иногда бывает так, что кто-то начинает завидовать и своему пастору смотрит на него и думает, как это так? У него так вот все. Знаете, иногда слышишь такие мысли, а может быть, пастор там что-то где-то от десятин берет, от даяния берет. Упаси Господь. Вы знаете, это, друзья мои, путь к падению не протянет так долго пастор. Если он так будет делать, это прямой путь к падению. Поэтому, знаете, я для себя принял однажды, когда я помню эту важную мысль, которую я слышал, что мое благословение зависит от благословения моего пастора. И знаете, я всегда смотрю на своего пастора, я вижу, как Бог его благословляет, и я понимаю, что если я буду двигаться вместе с ним в одной команде, буду служить, буду посвящать свою жизнь для Дела Божьего, я знаю, что его благословение, оно будет отображаться на моей жизни. Можете сказать на это аминь? Поэтому я всегда молюсь за своего пастора, я всегда благословляю своего пастора, я знаю, что мое благословение, оно прямо пропорционально зависит от благословения моего пастора. И меня нисколько, знаете, не цепляет, что когда у моего пастора что-то появляется, как-то Бог его благословляет, и я понимаю, значит, что-то и на меня перейдет, что-то и в моей жизни проявится, потому что я радуюсь за своего пастора, я молюсь за него, я благословляю его. Я знаю, что я буду так же благословен. И вы знаете, я хочу сказать вам, за годы жизни служения в церкви я заметил, что в жизнь часто приходит то, что ты не заслужил, что ты не заработал. Оно как-то, знаете, каким-то сверхъестественным образом приходит. Какая-то вот эта духовная, знаете, есть закономерность, которая срабатывает. Но об этом говорит Библия. Аминь. Когда пастух, он в достатке, когда у него есть, что покушать, когда у него есть во что одеться, он не мерзнет, когда, знаете, он обеспечен, вы знаете, его овцы, они никогда не будут скитаться, они никогда не будут, знаете, ободранными какими-то где-то нуждаться, потому что пастор, который благословен, его стадо, оно будет благословенно. Аминь. Начальник, который преуспевающий, благословенный, вы знаете, он всегда будет заботиться о предприятии, потому что для него это важно. И когда ты молишься за свое начальство, когда ты молишься за власть, вы знаете, Бог будет совершать свою работу. Вы знаете, как важно молиться нам за верховную власть, как важно молиться нам за власть имеющих. Сегодня так много источников, которые пытаются что-то рассказать за них, что-то показать, накопать. Вы знаете, я не говорю о том, что, может быть, там не бывают правды. Бывает. Но вы знаете, от того, что я ее буду знать, оно мне не поможет. Но если я буду молиться за них, если я буду благословлять их, я знаю, что Бог, по крайней мере, будет работать с их жизнями. И вы знаете, иногда ты смотришь, и ты не понимаешь, почему кого-то убирают, кого-то ставят, почему кто-то уходит, кто-то исчезает, кто-то появляется. Просто потому, что ты молишься, ты благословляешь, а Бог все ставит на свои места. Аминь. Поэтому насколько важно, друзья мои, молиться и благословлять. Когда чувство зависти вкрадывается в твое сердце, начни благословлять. Начни просто молиться, начни просто обращаться к Богу и говорить, Господь, я радуюсь, я радуюсь вместе с моим братом, я радуюсь вместе с моим начальником, я радуюсь вместе с моим пастором, я благодарю Тебя, я знаю, Господи, что это Твоя рука, это Твое благословение. И если тот, кто рядом со мной благословен, я знаю, что и я буду благословен, потому что это духовный закон. Аминь. Апостол Павел говорит, если между вами есть споры, то не плотские ли вы? Друзья мои, как часто мы спорим. Спорим ли мы? Вы знаете, вообще в принципе спорить, наверное, как бы сказать вам так, что споры о разных мнениях, как они могут быть. Но, конечно же, есть, наверное, какие-то грани нормальных споров, споров, которые приводят к какому-то общему знаменателю, споры, которые просто показывают, может быть, позиции разных людей. Наверное, нам вообще этого не избежать. Вся жизнь, она, наверное, строится на этом. Но, вы знаете, есть споры, которыми мы разрушаем, есть споры, которыми мы просто слепо пытаемся отстоять свою точку зрения. Вы знаете, вот эти споры, они очень опасны. Эти споры, они на самом деле ни к чему хорошему не приводят. Поэтому, насколько важно нам, друзья мои, научиться быть осторожными вот в этом состоянии, когда мы спорим. Знаете, иногда бывают такие люди, которые на любом месте, по любому поводу, они могут затеять спор, они могут начать отстаивать свою позицию, свою точку зрения. Вы знаете, вот я встречался с такими людьми, честно скажу, меня всегда немножко отталкивало. Я не хотел участвовать в спорах, не хотел участвовать вот в этих, знаете, таких активных дебатах, что чуть-чуть, еще немножко, и в ход пойдут подручные средства различные. Поэтому, вы знаете, друзья мои, насколько важно нам в такие моменты, когда возникают споры, наверное, если мы хотим оставаться мудрыми людьми в таких ситуациях, вы знаете, я дам один совет очень важный. Вот именно во время споров, знаете, что начинаете? Начинайте слушать. Начинайте слушать внимательно. Не сказать что-то, не доказать что-то, не перебить того, кто вам что-то пытается доказать, а просто послушайте. Вы знаете, иногда вот, когда ты слушаешь человека, который спорит, ты можешь докопаться до сути, ты можешь понять, почему вот он так настроен. Вы знаете, иногда, друзья мои, вот такие люди, которые во всем пытаются найти способ поспорить, они просто, друзья мои, в чем-то ущемлены были, где-то что-то у них произошло, и вот они так себя настроили, что все вокруг неправы, а только их позиция самая правильная. И вот иногда таких людей, знаете, если вы хотите им помочь, нужно научиться их послушать. Просто выслушать, просто услышать, а что же там, в чем же секрет, что же кроется там. Вы знаете, иногда, выслушав такого человека, вы просто коснетесь какой-то струнки его души, где он получил, может быть, какую-то травму, где он, может быть, какую-то несправедливость пережил, где, может быть, просто его не захотели слушать, его не услышали. И вы знаете, коснувшись его нотки, вы приобретете его для Царства Божьего. Аминь. Но ни в коем случае, друзья мои, не пытайтесь влазить в споры. Не пытайтесь спорить и что-то доказывать. Потому что в основном споры возникают между людей, которые просто пытаются двигаться гордостью. Они пытаются доказать, что они правы. Их позиция самая правильная. Поэтому, друзья мои, это опасный путь. Еще в одном послании апостол Павел, обращаясь к Тимофею, это первое послание Тимофею, 1 глава с 3 по 4 стих, он пишет. «Отходя в Македонию, я просил тебя прибыть в Ефесе и увещевать некоторых, чтобы они не учили иному и не занимались баснями и родословиями бесконечными, которые производят больше споры, нежели Божье назидание в вере». Вы знаете, апостол Павел увидел эту проблему даже среди духовно таких знающих людей, которые вроде бы они пытались, знаете, как такие умные, разумные, духовные люди, пытались отстаивать какие-то позиции библейские между собой. И вроде бы все это должно было приводить к назиданию в вере, но апостол Павел, говорит, не приводило, наоборот, становилось хуже. А знаете, еврейский народ, евреи, они очень хорошо знают свое родословие. Они очень хорошо знают не только своих бабушек и дедушек, они знают своих пра-пра-пра-пра бабушек. Они даже могут вам разложить все так, что расскажут, с какого они колена, кто их давний-давний предок. Кто-то из Библии, они могут даже сказать Исаак, Яков, Иосиф. Знаете, они настолько знают хорошо свое родословие. И я, в принципе, друзья мои, вот хочу сказать вам, что в этом может быть доля правды. Это возможно. Но, друзья мои, некоторые так этим увлеклись, что они пытались достичь, знаете, некую корыстную цель. Они хотели показать, кто из них больше. Вы знаете, эта проблема навсегда присуща человеку. Кто из них больше, кто из них важнее. Даже ученики, которые вообще были собраны из разных сословий, которые, вы знаете, далеко этим не занимались, вот этими родословиями, но, собравшись однажды вокруг Иисуса, они сказали, кто из нас больше. Они хотели разделить власть между собой. И вы знаете, это присуще нам. Когда место положенной нами ответственности, которое нам нужно делать, нести, совершать дело Божие, мы начинаем думать о власти, мы начинаем думать, а кто больше, а кто главнее, а кто тут может говорить и указывать, а кто должен молчать. Вы знаете, вот иногда на этой волне возникают эти споры, и даже среди верующих, и даже среди людей, которые должны показывать пример. Вы помните, как Иисус ответил, кто из вас хочет быть большим, стань меньшим. Аминь. То есть, друзья мои, знаете, стать меньшим, это не значит все отпустить на самотек. Это значит встать в позицию, больше слушать, больше вникать, больше любить, больше принимать. Вы знаете, просто, знаете, быть человеком, который будет способен вместить каждого, любого, любого собеседника, любого спорющего, любого настроенного, агрессивно, негативно. Насколько это важно, учиться этому. Аминь. Потому что Библия говорит, друзья мои, знания надмивают, это действительно так бывает. Иногда замечаешь, когда человек много учится, он начинает много спорить, потому что он много знает, и он думает, что он знает так много, что он знает больше всех. Но это опасное состояние. Не участвуйте в спорах, не спорьте. Больше учитесь слушать. Больше учитесь быть внимательными к тому, кто рядом, к своему собеседнику. Аминь. Вы знаете, споры, они возникают везде, даже в семьях. В семьях между мужьями и женами бывают споры. Вы знаете, в принципе, я хочу сказать вам, спор — это одна из возможностей услышать мнение, услышать позицию. И в принципе, это нормально. Самое главное, чтобы наши споры, они не доходили, знаете, до такого состояния, когда мы ничего не слышим, а только кричим. Вы знаете, как младенец, который хочет кушать, хочет внимания, который нуждается в заботе, он начинает тарать, да? Он просто орет панически, и родители уже знают по крику, по интонации, что он хочет. И они уже бегут к нему, берут его навыки, качают, там все, с ним занимаются. Так вот, знаете, иногда вот это состояние любить, поспорить, это бывает просто как вот этот крик младенческий, как апостол Павел говорит, вы плотские, вы младенцы, вы просто пытаетесь привлечь к себе внимание. Иногда люди, которые спорят, они просто пытаются привлечь к себе внимание. Так вот нам, как духовным, нам нужно научиться просто их принимать и слушать. В наших семьях и домах нам нужно проводить время вместе, чтобы не доводить до споров. Нам нужно учиться выслушивать друг друга, проводить время не только, когда что-то нагнетается, а до этого просто сидеть и общаться. Вы знаете, в этот момент выключать телефоны, в этот момент отключать телевизоры, компьютеры, потому что этим мы показываем, что мы готовы услышать, мы готовы прислушаться. Аминь, вы понимаете, о чем я говорю? Друзья мои, иногда вот эта позиция спора, это крайняя уже ситуация, когда мы не показываем своим видом, что мы слушаем, мы просто заняты своими делами и как бы между делом, да-да-да, я слушаю тебя, но вообще далеко от своего собеседника. Поэтому нам очень важно научиться быть внимательными, слушать, отключаться от всего, но быть с теми, кто рядом. И вы знаете, друзья мои, это не просто, это всегда определенные усилия, это всегда определенный труд. Но если мы хотим не оставаться плотскими, быть духовными людьми, нам нужно это делать. И еще, друзья мои, одна причина, по которой апостол Павел говорит, что мы плотски, это разногласия. Разногласия. Вы знаете, мне понравилось одно высказывание одного очень мудрого, опытного человека. Он сказал следующие слова. Когда вы выбираете спутника жизни, вы выбираете определенный набор неразрешимых проблем, с которыми вы будете сталкиваться через 10, 20 и даже 50 лет. Друзья мои, когда мы выбираем спутника жизни, мы берем с собой определенный набор проблем неразрешимых. Вы знаете, мы иногда думаем, что выбор спутника, это когда ты выбираешь идеального, это вот того, кто вот просто к тебе подходит. Вот все. И мы, знаете, вот на самом деле мы идем с таким эгоистическим настроем. Он будет делать все, что я хочу. Она будет делать все, что я хочу. Она будет готова меня слушать, он будет готов меня слушать. Эгоистический подход. На самом деле, друзья мои, выбирая спутника жизни, своего партнера, своего, знаете, коллегу какого-то, с которым мы что-то хотим построить, сделать, да, в бизнесе, в любом деле мы должны понимать, что тот, кто будет рядом, он может быть очень сильно от нас отличаться. Очень сильно. Но соглашаясь этим вместе, я соглашаюсь принимать его таким, какой он есть. Это очень важно. Почему иногда наши предприятия расстраиваются? Почему иногда семьи у людей распадаются? Потому что они не хотят принимать своего супруга, свою супругу такой, какая она есть. Они пытаются его рьяно переделать, всю жизнь переделывать его. И из-за этого, друзья мои, депрессии, из-за этого просто вот это состояние безысходности, потому что ничего не получается. Но единственное, что нам нужно, друзья мои, единственное, что нам нужно, чтобы нам в наших разногласиях не дойти до ссор, не дойти до разрушения семьи, не дойти до того, чтобы побить друг друга, нам нужно научиться с вами позволить партнеру быть самим собой. и не вынуждать его быть таким, каким мы хотим его видеть. И вот этим самым, друзья мои, мы будем оберегать наши отношения от стресса. Мы будем избегать многих стрессов, стрессовых ситуаций в нашей жизни, которые будут не только наше здоровье разрушать, но и наше духовное состояние. Вообще, друзья мои, вы знаете, разногласия, это также нормально. Это нормально, потому что каждый человек имеет свое мнение. Каждый человек имеет право на свое мнение. Каждый человек имеет право на свою позицию. Но, вы знаете, иногда я замечал, что выслушивая вот многих людей, их позиции, я понимаю, что, знаете, как часто бывает? Часто они все, в принципе, говорят по теме, просто немножко с разных взглядов, немножко с разных позиций. И, в принципе, в сути это общее, в сути это одинаковое, в сути это то, что на самом деле не о чем тут спорить-то, разногласий-то нет больших. Поэтому я также хочу дать несколько советов очень важных, как нам разногласия побеждать, чтобы они не приводили нас к разрушению. Первое, друзья мои, научитесь в своей речи друг к другу, в своих, как бы, знаете, иногда таких претензиях, научитесь вместо «ты» говорить «я». Знаете, когда мы говорим, вот ты такой-сякой, вместо этого скажи, я не понимаю, мне вот тут что-то не ясно, у меня вот тут что-то не складывается. Знаете, научитесь в своей речи вместо «ты» говорить «я». Вы увидите, как это будет помогать. Не пытайтесь обвинить, не пытайтесь построить вот изначально свою позицию на том, чтобы доказать, что твой партнер не прав. Поставьте во главу своей речи «я». Следующее, учитесь слушать. Слушать. Я уже говорил об этом. И учитесь открываться, что очень тоже важно. Знаете, не нужно быть телепатами, не нужно выстраивать свои отношения так, что чем дальше, больше мы живем, тем больше мы без слов друг друга понимаем. Вы знаете, я хочу сказать вам, это тоже неправильно. Он должен меня понять, она должна меня понять, без слов, разговаривайте, открывайтесь. Обязательно проводите время в общении, когда никто вам не мешает. И еще, друзья мои, одна причина, по которой нам нужно на самом деле действительно задуматься над тем, что зависть, споры, разногласия – это очень опасное состояние. Мы читаем с вами в послании к Галатам, в пятой главе, апостол Павел пишет с 19 по 21 стих. Оказывается, друзья мои, зависть, споры, разногласия, они стоят в одной категории с такими грехами, как человека-убийцы, как волшебство, колдовство. Давайте мы прочитаем. Дела плоти известны, они суть, прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство, идовослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, соблазны, ереси, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное. Предваряю вас, как и прежде предварял, что поступающие так Царство Божие не наследуют. Друзья мои, оказывается, зависть, споры, разногласия. Если мы это используем в своей жизни, Библия говорит, что таковые Царства Божие не наследуют. Это очень-очень серьезный аргумент. Это очень-очень настораживающий аргумент. Если я спорю, если я завидую, если я постоянно разногласия какие-то вношу, разлад, то я могу в Царство Божие не попасть. Ну как, друзья мои, соглашаясь плыть в одной лодке, мы начинаем вдруг спорить, кто будет грести, кто будет командовать. Слушайте, если мы сели в лодку, где два весла, и нас двое, каждый берет свое весло и гребет, и причем гребет в одну сторону, и обязательно нужно договориться, куда мы плывем. Аминь. Ну почему-то иногда у нас так получается, ты греби, а я буду командовать. Слушай, так далеко не уплыть. Твой гребец однажды закончится, останешься один в лодке. Поэтому дохранит нас от этого Господь. И также, друзья мои, вы знаете, думая об этом, возмышляя об этом, я понял, что на самом деле, вы знаете, чтобы нам стать людьми духовными, чтобы нам не оставаться плоскими, вы знаете, задача наша не просто вести борьбу с плотью, вы знаете, как иногда вот мы видим там, кто-то занимается самобичеванием, распинает свою плоть, там, знаете, вот такая крайность, да. И мы иногда так пытаемся бороться, вот просто с плотью своей, просто пытаемся бороться с этими пороками, боремся, боремся, и такое чувство, никак их победить не можем. Но вы знаете, тут же в этой книге, в послании Галатам, чуть ниже, в пятой главе, я увидел, в чем секрет, друзья мои, нам на самом деле с вами нужна не борьба против плоти, а нам нужна с вами дружба с Духом, отношение с Духом Святым. И апостол Павел ниже, он пишет в пятой главе, с 22 по 23 стих, это последнее место Писания, «Плот же Духа, любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание, на таковых нет закона». Друзья мои, чтобы нам не оставаться плотскими, чтобы нам не оставаться младенцами, нам нужно с вами позволить Духу Святому нас наполнять. Нам нужно с вами молиться о том, чтобы в нашей жизни развивался плот Духа. Нам нужно с вами ревновать о том, чтобы любовь, радость, мир, Долготерпение, благость, кротость, воздержание, вера, они в нас развивались. Они в нас росли и умножались. Аминь, дорогие. Ну какой смысл, если я буду пытаться избавиться от зависти, а взамен ничего не происходит, а взамен ничего не появляется. Конечно же, мне нужно приложить усилия, чтобы во мне начала развиваться любовь. И, конечно же, я буду по-другому относиться. Потому что, вы знаете, любовь — это, как я уже говорил, основа любви — это позволить партнеру быть самим собой, принять его, принимать людей такие, какие они есть, и служить, и приносить себя в жертву. И тогда, конечно, поверьте, не будет места никакой зависти, не будет места никаким спорам. Тогда мое кроткое сердце, оно настроено не на то, чтобы кому-то что-то доказывать, а на то, чтобы кого-то слушать, слышать. Аминь. Вы знаете, сегодня как раз такое особенное время, когда мы с вами приходим к святыне Господне, мы с вами снова и снова взвешиваем свои сердца, и Библия говорит, что нам нужно это делать, нам нужно это совершать, вспоминать о том, что Христос претерпел за нас. Вы знаете, это очень важно. Слово Божие говорит, испытывайте самих себя, самих себя исследуйте, верили вы. И вы знаете, всякий раз, приходя к святыне, к чаше Господне, мы с вами понимаем, насколько важно, чтобы наше сердце, оно не оказалось неправым пред Господом. Но на самом деле, друзья мои, только лишь относясь трепетно, только лишь действительно понимая, что кровь Христа, Его тело, оно за это и были ломимы, проливаемы, чтобы моя жизнь могла измениться, чтобы небо было открыто для того Духа Святого, который послан самим Господом в мою жизнь, чтобы изменить меня, чтобы позволить мне расти духовно. Именно поэтому мы сегодня здесь. Не для того, чтобы снова перечеркнуть то прошлое, которое было до сего момента в моей жизни, сказать, Господи, все, я снова свят через Твою чашу, через Твое тело. Моя жизнь продолжается. Но для того, чтобы снова, приходя к этой святыне, сказать, Господи, я хочу изменяться, я хочу расти, я хочу не оставаться прежним, я хочу, чтобы Твой духовный плод в моей жизни развивался, потому что Ты для меня пример. То, для чего пришел Ты на эту землю, я хочу быть подобным. Аминь. Давайте мы сейчас поднимемся в Его святом присутствии. Я хотел бы сейчас в этот момент, чтобы мы с вами помолились. Вы знаете, наверное, самое время помолиться нам и попросить Бога о том, чтобы Он помог нам в этом. не оставаться плоскими. Не оставаться плоскими. Вы знаете, не делить нашу жизнь на некие две части. Вы знаете, вот в церкви я духовный, на ячейке я духовный, с братьями и сестрами я духовный, а там на работе я плоской, а когда меня никто не видит, я плоской, а когда там я с друзьями, я плоской. Это удобно, это хорошо. Вы знаете, эта борьба не закончится никогда. Ты постоянно будешь в этом сражении стенать, мучиться. Но когда ты все-таки скажешь Господь, нет, я хочу быть на Твоей стороне, я не хочу оставаться плоским, я не хочу быть младенцем. Да, конечно, здорово, я могу помолиться, ты придешь, поможешь. Да, я могу заплакать, закричать, и братья и сестры сбегутся, конечно, меня не кинут, не бросят. Но, может быть, пришло уже время, друзья мои, чтобы мы взяли ответственность, чтобы мы сказали, Господь, а я хочу быть тем, кто будет созидать, кто будет служить, кто будет нести других, кто будет слушать, кто будет внимателем, кто будет просто нести Твою любовь. Именно для этого Ты пришел на эту землю. Наш Небесный Отец, наш Господь, мы благодарим Тебя сердечно, Господь, за Твою жертву Голговскую, за тело Твое ломимое, за нас. Спасибо Тебе за кровь Твою святую. Мы сегодня здесь, в Доме Твоем, в Церкви Божьей, мы молимся, мы обращаемся к Тебе. Господь, помоги нам не оставаться плоскими, помоги нам не оставаться младенцами. Мы хотим изменяться, Господь, мы хотим побеждать дела плоти Духом Божьим. Мы хотим быть водилами Духом Святым. Мы просим, Боже, пусть сегодня, Господь, в этот день, когда мы будем прикасаться к Твоей святыне, Господи, пусть сила Божия наполнит нас, чтобы нам идти вперед, чтобы нам служить, чтобы нам развиваться, чтобы нам быть плодовитыми и сочными, Господь, во дворах Твоих. Мы молимся об этом, Господь. Мы отказываемся от всяких разногласий, мы отказываемся от всяких споров, мы отказываемся, Господи, от зависти. Боже, мы не хотим, чтобы таковые имели место внутри нас, в наших сердцах. Но мы хотим, Господи, чтобы Твоя любовь, вера, воздержание, кротость, милосердие, благость, долготерпение, чтобы развивалось в нашей жизни, чтобы плод Духа Святого, Господь, Он рос внутри нас, Он пах и благоухал для Твоего Царства во имя Иисуса Христа. Мы молимся об этом. Поэтому сегодня мы здесь, Господь, в Твоем святом присутствии. Мы просим Тебя, Господь, позволь нам быть сопричастниками этой трапезы достойно. Благослови, Господь, эту чашу. Благослови каждую каплю драгоценной крови, Господь. И пусть каждый, кто будет прикасаться к ней, он будет благословен особенным образом. Я молюсь, Господь, за этот хлеб. Я благословляю именем Иисуса Христа каждый кусочек, Господь, Твоего хлеба, Твоего тела, ломимого за нас. Спасибо Тебе, Иисус, за все, что Ты претерпел, совершил ради нас. Да будет благословен каждый, кто сегодня участвует в трапезе Господней во имя Иисуса Христа. Аминь. Дорогие, я хотел бы напомнить, пожалуйста, будьте очень предельно аккуратными со святыней Господней. Если вы в завете с Господом, вы не на замечании, вы не на отлучении, то участвуйте в трапезе Господней. Если в вашем сердце нет мира, если вы чувствуете, что, может быть, что-то не в порядке, воздержитесь. Пусть Бог вас благословит. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok